Добрый вечер! Мы продолжаем изучение недельного раздела Туры Шмот. Сегодня у нас 4 глава, начиная с 18 стиха. На предыдущих уроках мы очень-очень подробно разобрали весь диалог Всевышнего с Муше, все неоднократные попытки Муше уйти от той миссии, которую хотел Всевышний взвалить на его плечи, все те аргументы, которые Муше выдавал, почему не стоит и не следует посылать именно его, и кто он вообще такой, и чем заслужил народ Израиля, и он вообще не способен, и он косноязычен, и он и говорить не умеет, и вообще есть другие. В конечном итоге, после того, как все эти аргументы не были приняты, уже ничего не оставалось делать, кроме как принять на себя эту миссию и приступить к ее исполнению. И вот здесь сразу после этого написано, я читаю текст, 4 глава, 18 стих, начиная отсюда. «И пошел Муше и возвратился к Етеру своему тестю, и сказал ему, пойду я и возвращусь к моим братьям, которые в Египте, и посмотрю, живы ли они еще. И сказал Итеру Муше, иди с мира. И сказал Господь Муше в Медяне, пойди возвратись в Египет, ибо умерли все люди, желающие твоей гибели. И взял Муше свою жену и своих сыновей, и посадил их на осла, и вернулся в Египет. И взял Муше позор Божий в свою руку, и сказал Господь Муше, когда пойдешь обратно в Египет, смотри же, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай их перед фараоном, а я ожесточу его сердце, и он не отпустит народа. И скажешь ты фараону, так сказал Господь, сын мой, первенец мой Израиль, и я сказал тебе, отпусти моего сына, чтобы он мне служил, но ты не согласился отпустить его, и вот я убью твоего сына, твоего первенца». Вот этот отрывок. Прежде всего, непонятно в нем, если, как я сказал раньше, Муше не смог уже никоим образом отказаться от возложенной на него миссии, значит, в тот момент, когда он принял это на себя, если уже он понимает, что нужно идти в Египет, то он должен был сразу отправиться в Египет. Почему написано, что он возвращается? Это раз. Второе. К кому он возвращается? К Етру, своему тестю. С каких пор тестем уже звали Етру? До сих пор речь шла про Реуэля. Кто такой Етру? Потом, правда, он называется еще мало этого, через две фразы он называется еще Етру. Как с этим? Третий вопрос. «И сказал Господь Муше в Медиане», 19 стих, «И сказал Господь Муше в Медиане, пойди возвратись в Египет». Уже был разговор о том, что нужно идти в Египет. Если это приходит для того, чтобы сказать ему дальше, ибо умерли все люди, желающие тебе гибели, то есть обещать Муше безопасность, что он может безопасно идти в Египет, и чтобы он не боялся, так надо было сказать это в самом начале. Почему это вдруг начинается в Медиане? В принципе, все это нужно было сказать еще на горе Синай, там, где и шла речь о необходимости идти в Египет. Может быть, хватит вопросов, есть вопросы еще, но для начала вопросов хватит. Начнем разбираться. Итак, первый вопрос, почему вместо того, чтобы отправиться в Египет Муше возвращается к своему тестью? И это действительно не тесть. Как говорит Раши, у него было семь имен, Реуэль, Йетер, Йитро, Кени, Хуав, Хевер, Путель, под всеми этими именами. Он упоминается либо в Торе, либо в Писаниях Пророков, и каждый раз речь идет об одном и том же человеке, о Йитро. Почему у него семь имен? Это уже отдельный разговор. Сейчас не имеет смысла на нем останавливаться. А для чего же он возвратился в Медьян к своему тестью, а не отправился сразу в Египет? Говорит, Раши, и возвратился к Йетеру своему тестью, чтобы получить его согласие на уход в Египет. Почему нужно получать согласие? Муше уже взрослый мальчик, уже может ходить сам. Говорит, Раши, ведь он поклялся ему не покидать Медьян без разрешения. Здесь Раши апеллирует к тому, что сказано выше. Ваёль-Муше, переводится это обычно на русский язык, и задержался Муше у Йитро, и стал жить с ним. Но в этом слове есть еще дополнительное значение, слово «алла», что означает «клятва», то есть Муше Йитро поклялся. Есть разные объяснения, в чем стояла эта клятва. Здесь Раши приводит тот самый вариант, что клятва стояла в обязательстве не уходить из Медьяна без разрешения Йетро, его тестью. Зачем ему это нужно было? Раши не приводит. Но так или иначе клятвы, стало быть, без разрешения не уходят. Но снова немножко непонятно, ведь Муше идет же не по своим делам. Он идет исполнять миссию Всевышнего. И не просто миссию Всевышнего, а миссию, от которой зависит судьба всего народа. Весь народ, сотни тысяч людей изнывают под игом египетского рабства. Стон поднимается к небесам, мучения, угнетения. Ну так надо же скорее. Ведь каждый день, когда Муше задерживается, каждый день, пока он задерживается и не освобождает евреев из Египта, это дополнительные страдания. И вообще сама эта миссия освобождения из Египта, ведь это же на самом деле центральное во всей истории событие. И ради того, чтобы сейчас его реализовать и выполнить тем самым задание Всевышнего Муше отправляется к Итро. И дело здесь же не только в том, что здесь задержка, ведь он же отправляется для того, чтобы получить у него разрешение. А что будет, если Итро заортачится за упрямость и скажет «нет, все, не согласен, вставайся здесь, мне овец некому прости». И что тогда? Клятва. Муше нарушит ее. Всевышний сказал, нужно идти в Египет. Но с другой стороны, он проклялся. Если мы скажем, что он тогда бы нарушил ее, то зачем нужно было к нему идти и только оттягивать? А если мы скажем, что он бы не нарушил, тогда это совсем уже нетривиальное утверждение. Получается, что несмотря на то, что на плечах у Муше такая поистине вселенская миссия, настолько важное поручение, и не просто поручение, поручение от самого Творца Мира. Но если поклялся, то выходит, что клятва сильнее. И нарушить клятву и не выполнить обещание другому человеку нельзя, хотя от этого зависит избавление всего еврейского народа. А Медраж Танхума, объясняя это место, говорит так. Каждый, кто помогает человеку, каждый, кто спасает его, то по отношению к этому человеку спасенный обязан его почитать своего спасителя и обязан его уважать не меньше, а больше, чем своего отца и свою мать. И именно так сказал Муше, когда Всевышний сказал ему, отправляйся в Египет и выводи оттуда мой народ. Муше сказал ему, владыка мира, но ведь Итро меня принял, принял и меня приютил. Приютил, когда Муше спасался бегством от египтяных, был бездомным, одиноким человеком. А Итро его приютил, дал ему кровь, дал ему кусок хлеба, в конечном итоге и невесту ему дал. А я уже, и после того, как он меня приютил, и после того, как он проявил ко мне такое уважение, как же я могу пойти без его разрешения? А я ведь уже поклялся ему. Вот почему сказано, и возвратился Муше снова к Египет и своему тестю. И тогда, уже после того, как он летел, то есть мы понимаем, что из этого метража ясно, что это была не только мысль Муше, но это было обращенное к Всевышнему, обращение к Всевышнему, в котором он хотел добиться и согласия Всевышнему на то, что он пойдет к Итро и уйдет из Медиана только с его позволения и не иначе. То есть, иными словами, мысль этого метража довольно простая – цель не оправдывает средство. Никакая бы великая ни была цель, и как бы неважно было выполнить волю Всевышнего, и как бы не нужно было торопиться для того, чтобы освободить евреев и избавить их от тех невероятных мучений, которые выпали на их долю в Египте, но сделать это за счет обиды, нанесенной человеку, не следует. Это одно ограничение. Тут же мы видим и еще одно ограничение. Тоже нетривиальное. «И сказал Господь Муше в Медиане». Сколько Муше уже отправился в Медиан, и мы сейчас обсудили, почему, так Всевышний теперь вторично является ему в Медиане. Говорит, «Пойди и возвратись в Египет, ибо умерли все люди, желающие тебе гибели». То есть, нормально. Поскольку они уже умерли, то ты можешь идти. Что я понимаю отсюда? Правила изучения Торы, сформулированные еще нашими эмоциональными, говорят Мехвали. «Е, Наташа, умейла». Если есть утвердительная, здесь фраза, имеющая утвердительное значение, то из нее можно сделать вывод об отрицании. Получается так. «Если иди в Египет». Почему? Потому что умерли все те, кто еще твоей погибели. Стало быть, если бы они были еще живы, и если бы была реальная опасность для его жизни, тогда можно было бы не идти. А как же избавление всего народа? А разве не должен герой пожертвовать своей жизнью ради спасения своего народа? Нас так всегда учили, и все героические образы, на которых мы воспитывались, они всегда строились именно на том, что человек кладет свою жизнь на алтарь спасения своего народа. Получается, что с точки зрения того, что здесь сказано, это не совсем так. Иди, так, по крайней мере, такой вывод делает здесь Амиши Хохме, Максим Хомейер из Двинска, что мужей понял из слов Всевышнего, что если бы ему на самом деле угрожала бы опасность, то тогда он был бы освобожден от обязанности идти и спасать еврейский народ из египетского рабства. И этот вывод, который он уже сделал, он его потом реализовал, сейчас мы увидим всего лишь через несколько строчек, он его реализовал на практике по вопросу, который встал у него перед ним очень скоро. Кстати, имеет смысл ещё выяснить, кто эти люди, ибо умерли, все люди, желающие тебе гибели. Я бы понимал, если Всевышний сказал, что умер уже фараон, который тебя в своё время арестовал и велел тебя казнить. Тогда вот всё хорошо. Но где-то, говорится, умерли все люди, какие это ещё? Что это за люди, которые желали его погибели? Вроде особенных врагов у Моше в Египте не было. Если сказано это во множественном числе, кто это может быть? Очевидно, Раши говорит, единственная возможность, единственное предположение – это Датан и Авирам. Те самые Датан и Авирам, которые по утверждению наших мудрецов, которые Раши привёл в начале главы, именно те самые два еврея, которые ссорились и чуть было не пустились в драку, которых Моше бросился разнимать. И они же его обвинили в том, что он вмешивается в дела, и в том, что он назначает себя здесь главным. И в конечном итоге они же и настучали на него, они же донесли на него куда следует, египетским властям. И тем самым они пожаловались на него, что именно он убил египтянина, о чём они знали, и тем самым они подвергли Моше таким образом смертельной опасности. А кто ещё может быть, если не они? Про фараона речи нет, здесь множественное число. Про других врагов мы не знаем. Если бы были другие, Тор, наверное, бы их указала. А если Тора всё-таки указывает каких-то врагов, которые желают погибели, и не называет их имён, то, значит, мы должны их знать. А такими могут быть только Датан и Аверам. Всё хорошо, но Датан-то и Аверам, они же в тот момент ещё не умерли. У них жизни было ещё лет на 60. Они же ещё появляются в Синайской пустыне, и довольно активно, и там они противостоят Моше. Это не последнее их появление на сцене. Как же тогда понять то, что сказано, что они уже умерли? Бритраши, конечно же, в то время они ещё были живы, но обеднели. А бедный подобен мертвецу. Так действительно говорят наши мудрецы, что есть несколько категорий людей, которые, хотя они ещё живы, но их образно можно назвать мертвецами. То же самое было сказано по поводу фараона. Фараон-то на самом деле тоже не умер, хотя было написано, что умер фараон. И когда умер фараон, тогда вы запили сыны Израиля к Богу от работы. Спрашивают задачи, чего же тогда вопить? Наоборот, нужно радоваться, что этот угнетатель наконец-то отдал Богу свою душу. Ну, отвечают наши мудрецы, да нет, он не умер. Это написано, что он умер, но понимать это не следует так. А он, опять же, он как бы умер. То есть, он заболел проказой, а человек больной проказой прокажённым всё равно, что умер. Он как бы умер. И для того, чтобы излечиться от проказы по рецепту его придворных лекарей, он должен был принимать ванны из свежей крови, и для этой цели использовали еврейских младенцев. Вот почему и был этот самый крик, вот почему вы запили сыны Израиля. Вот как связано. То есть, тоже мы видим тот же самый ход в комментарии. О человеке, о котором сказано «умер», следует сказать, что это выражение не следует понимать буквально. Он в какой-то степени умер, но он не умрет так, чтобы совсем. То же самое и здесь. Они ещё живы, они ещё появятся, но в какой-то степени они умерли. То есть, тогда, когда человек… Есть ситуации, которые, говорят наши мудрецы, они равносильны смерти. Человек, который заболел такой тяжёлой проказой, когда он вынужден отдалиться вообще от всего человеческого общества, и этот его отрыв от человеческого общества, он похож на эффект смерти, когда человек разрывает всю свою связь с окружающим его миром. И бедность, а что такое бедность, почему бедняк считается мёртвым? Да потому что у него нет собственной основы своего существования. Бедняк, он не имеет ни своих доходов, ни своих сбережений, у него нет возможности кормиться, и всё, вся его единственная возможность жить и существовать только за счёт милости других людей. Сегодня они дали ему кусок хлеба, он живёт, а если завтра надоест им давать ему кусок хлеба, так и нет у него собственной жизни. Поэтому он считается как бы мёртвым, он равносилен мёртвым. Так вот, Датанвы, Аверам, Витраши, они не умерли, а они только обеднели, стали бедняками. Но этого тоже достаточно, чтобы успокоить мужа. Почему? Потому что если они, хотя это те самые люди, которые искали, желали мужа гибели, они же выдали его египетским властям, и они понимали, что наказание будет ему суровое, то почему же теперь их можно не опасаться, если они живы? Да потому что они люди бедные. Ну и что, что бедные? Они опять не могут настучать. А если они сейчас встретят на улице Моше, и тут же они побегут куда следует и скажут, вот преступник, беглый, каторжник, который когда-то ушёл от рук правосудия, убивший ни в чём не повильного египетского надсмотрищика, он раньше бежал, а теперь вернулся, мы его видели на улице там-то и там-то, а разве этим они не навредят ему? Чем помешает то, что они обеднели, их возможности снова настучать на уши? Очевидно, всё-таки помешает, потому что для того, чтобы в тех самых местах, там, где надо, и там, где следует, для того, чтобы приняли донос, донос принимается от людей, которым есть какой-то минимальный респект, какое-то минимальное уважение к словам, к которым можно отнестись. Но когда приходит нищий бродяга, который вообще в глазах людей, он уже почти не существует, ему просто ноль без палочки сегодня здесь, а завтра там, то к их словам никто всерьёз не отнесётся. Ходят здесь разные всякие, собака лает, ветер носит, и поэтому Моше может быть спокойно и уверен, никто ему больше… Среди тех, кто желает ему зла, тех, кто способен ему это зло сделать, уже никого не осталось, ибо там, во-первых, они так нейтрализованы своей бедностью. Кстати, есть ли хоть какой-то намёк на то, что действительно можно, следует понимать эти слова именно так, что они ещё были в этот момент живы, но они только считаются как мёртвыми, а не имеется в виду те, которые умерли совсем? Мироткомментаторы – да, конечно, если внимательно посмотреть текст, там написано, что умерли все, коль хами вакшин от навшейха, т.е. не те, которые желали тебе гибели, а те, которые желают тебе гибели, иными словами, в настоящем времени. Стало быть, то, о котором говорится в настоящем времени, вынуждены признать, что он так и жив, если бы они были мертвы, то Тура должна была бы сказать, в прошедшем времени, которые желали твоей погибели, которые желали тебе смерти. Здесь сказано, в настоящем времени, стало быть, они ещё живы. И вот здесь мы приходим к ещё одному вопросу, который мы задали. Почему вот эти слова о том, что люди, которые желают тебе гибели, они умерли, почему Всевышний говорит это здесь, в Медьяне, после того, как Мушей вернулся для того, чтобы спросить разрешение своего тестя идти в Египет? По идее, нужно было бы это сказать в самом начале, когда Всевышний только даёт эту миссию Мушей, тут же надо было бы успокоить, что ты смотри, с точки зрения безопасности, опасность себе это никакой, все люди, которые тебе когда-то желали зла, они уже обезврежены, нейтрализованы, можешь идти. Почему вдруг здесь? Этот вопрос задаёт Абурбанель прямо в своём комментарии, но он звучит, и ответы на него, хотя он не высказан напрямую, но ответы на него есть и в работах других комментаторов тоже. А имен Эдзор вообще говорит, что вопрос как таковой не существует, потому что на самом-то деле Всевышний сказал это ему не в медиане, это было сказано раньше. Тора записано не по хронологическому принципу, имеется в виду, что это было сказано ещё раньше, и вопрос просто неуместен. Остальные так не считают, к тому же сказано ведь и сказал Господь Мушея в медиане, именно в медиане, не раньше, поэтому почему же говорит, что это было уже раньше, скорее всего именно сейчас, после того, как он вернулся к своему тестю, к ядру. Сам Абарбанель объясняет это так. После того, как Мушея согласился принять миссию освобождения евреев из Египта, после того, как все его аргументы закончились и ничего не осталось делать, кроме как подчиниться Всевышнему, он отправился к Едру, чтобы попросить у него разрешения. Но не будем думать, говорит, Абарбанель, что когда Мушея явился к Едру, он сказал ему, знаешь, что я по воле Божьей отправляюсь в Египет устраивать там революцию, водить евреев из Египта. Нет, он пришел к нему совсем иначе, это видно и в тексте, как он сказал, и сказал ему, пойду я и возвращусь к моим братьям, которые в Египте, и посмотрю, живы ли они еще. Вот какая цель, как называется другими словами. Я хочу проведать своих родственников. Проведу, приду туда, как любой человек, который слышит, так вразу понимает. Заеду, поеду туда, проведу и вернусь назад. То есть, он не раскрыл по каким-то причинам, не раскрыл Етро, цель, с которой он идет. Первый вопрос. А мы уже немножко касались, когда мы задали вопрос чисто теоретически. Етро, правда, ему разрешил идти, более того, даже сказал, иди с миром, сказал Етро, потому что иди с миром. А что было бы, если бы он не согласился? Но сейчас зададим вопрос по-другому. А что на самом деле думает Рога? Ему он как относился к этой просьбе? Он ему это... Понравилось или не понравилось то, что Мушил уходит в Египет? И ему не понравилось. А если это ему не понравилось, если это ему не нравилось, тогда почему он не воспротивился? Он был воспротивец, он сказал, нет, и все. Нет, ты мне здесь нужен, хозяйство ты мне нужен, все как-нибудь. В том, что Етро был умным человеком. Умный человек никогда не скажет нет, когда он хорошо понимает, что другой человек не готов услышать у него нет, и если ему сказать не иди, то он просто не послушается. Так это часто бывает с детьми, как мы сказали, он уже взрослый мальчик, но с детьми это очень четко. Умные родители, когда они чувствуют, что ребенок сообщает, что я пойду туда-то, если ему сказать нет, не ходи, жестко, то ребенок начнет выдумывать 25 причин и поводов, по которым ему обязательно нужно пойти и напридумать 40 больше арестантов, и, конечно, он в итоге все равно пойдет. Поэтому в лоб вот так вот говорить нет, не следует. А как нужно правильно сказать? Ну, хорошо, почему бы тебе не пойти, но ты знаешь, что... И дальше целый ряд высказок, целый ряд соображений, которые стоит взвесить, и в результате которых в конечном итоге может быть ребенок сам решит, что действительно не стоит пойти. То же самое и делает Итро. Вот хочешь пойти в Египет, замечательная вещь. Что значит, он говорит, иди с миром. Это не то, как... Если мы понимаем просто до сих пор, как мы читали в Раше, иди с миром, это само разрешение. Муше пришел для того, чтобы просить разрешение идти, и он получает это разрешение. Разрешение он получает вместе с благословением. Мехли, шалом, иди с мир. А про Бонель говорит, это не совсем так, сказать. Имеется в виду вот что. Сказал ему Итро, смотри, ты иди в Египет, это, конечно, я тебя понимаю, навестить родственников. Я бы тоже на твоем месте хотел бы навестить родственников. Но ты обрати внимание, что каждый раз, когда ты отправляешься навестить своих братьев, ты каждый раз, это кончается плохо. Каждый раз это кончается скандалом, ты каждый раз ввязываешься в драку. Один раз ты вышел посмотреть на своих братьев, так ты убил египетского насмотрщика. Второй раз ты вышел к ним, так ты ввязался в драку между этими двумя, которые на тебя и потом и настучали. Так, если это два раза случилось, я не знаю, может быть у тебя характер такой, может быть нет, я не знаю. Но я опасаюсь, что это случится и в третий раз. Ты сейчас отправишься в Египет, увидишь опять что-нибудь не так, опять вмешаешься, тебе же все, что больше всех надо. Правдолюбец, ищешь справедливости и так далее, ты опять вмешаешься в какие-нибудь дела, опять кого-нибудь стукнешь по голове или еще что-нибудь, кончится тем, что тебя таки все-таки сцапают. Так, лех ли шалом, иди, но так, чтобы это было с миром. То есть, иди, но дай слово, что ты, или по крайней мере, дай себе обещание, что ты не будешь ввязываться ни в какие ссоры и не будешь заниматься установлением справедливости и иди проведать своих родных, здрасте, до свидания, и все. Это был хитрый ход, потому что мужик начал действительно колебаться. Он же сам знал, что каждый раз, когда он отправлялся к своим родственникам, кончалось все это плохо. И в этот самый момент, говорит Абраммель, когда Всевышний увидел, что Муше колеблется, в этот самый момент он и нашел необходимо его успокоить. Не беспокойся. И сказал Господь Муше в Медяне, пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все люди, желающие тебе погибели. Нет, тебе больше некого бояться, ничего страшного не случится, все нормально, иди. В дальнейшем мы увидим еще один ответ на этот вопрос, но сначала мы чуть-чуть продвинемся вперед. Дальше написано, «И взял Муше свою жену и своих сыновей, и посадил их на осла, и вернулся в Египет». Вопрос. А правильно ли было это? Точно так же, как мы задали вопрос по поводу самого первого действия, потому что я после того, как он получил задание от Всевышнего, он возвратился к Ятро, и мы спросили, а почему, собственно говоря, он возвращается к Ятро, а не мешает ли это его миссии освободителя? Точно так же спрашиваем сейчас здесь. Хорошо, с Ятро вопрос закончен. Ятро не мешает, он разрешает уйти, даже благословляет, предупреждает, как бы то ни было. Это не вопрос. А жену зачем? Она не будет ему мешать, жену еще и с детьми? Они не будут ему мешать в исполнении его этой функции? Наши мудрецы говорили, «О жене рейхаймальцеваро», как жернова на шее. Нужно заботиться, нужно о ней... По крайней мере, в тех условиях, в которых должен там действовать муше, не самый лучший этот вариант. Это в какой-то степени ограничивает его свободу. С другой стороны, конечно, понятно может быть и желание муше. Он хочет, что... Ведь он же знает, что произойдет в Египте, и после этого он же знает, что будет исход из Египта, он знает, что этот исход завершится тем, что они придут к Коресина, и там будет получена Тора. А как же его дети при этом не будут присутствовать? Это понятно. Понятно его желание, но все-таки. Правильно ли или неправильно он поступает? Добавим еще один вопрос. Если он вернулся с женой в Египет, то почему же мы читаем в дальнейшем в главе Итро, в недельном разделе Итро, что тесть муше Итро приходит в еврейский стан у горы Синай и приводит туда жену муше Цепору и двух ее детей. Если они были в Египте, то они должны были уйти вместе с муше из Египта и быть в еврейском стане. Таким же образом оказывается, что они на самом деле все это время, если муше их взял и вернулся с ними в Египет, то как это оказалось, что они находятся в Медьяне у его тестя. Медьян комментаторов разделилось. Некоторые критикуют муше за его решение. Это было излишне. Более того, они связывают в дальнейшем то, что случилось в дальнейшем. Когда муше чуть было не погиб по пути в Египет, сейчас будем об этом читать, они связывают это именно с тем, что муше просто протянул время из-за проволочек и часть этих проволочек именно из-за того, что он собирался со всей семьей и с женой, и с детьми, а это только ему мешает. Так пишет Срорамо. Поскольку он пошел выполнять эту митсву, то присутствие жены, к тому же еще, как мы это понимаем в дальнейшем, жены, ребенка, и жена-то, очевидно, была еще беременная к тому же, или сразу же после родов понятно, что это настолько осложняет ему жизнь, настолько связывают ему руки, что делает просто почти невозможным заниматься тем, чем он должен, а именно чем скорее, чем быстрее отправляться в Египет и освобождать еврейский народ. Именно за это и пришло ему наказание. Так пишет Срорамо. Ну и говорят, мне так, мне так, в самом в Медраше, в Медраше, в Шмот-Раба, там говорится, что когда Моше стал собираться в Египет, то Нитро увидел, что он собирается полностью со всей семьей, и с женой, и с детьми. Тогда он спросил, что с ума сошел, куда ты их ведешь? В Египет? Люди, он старается, тебя посылают в Египет, чтобы ты вывел людей из Египта. Там люди находятся в рапстве, в страдании, а ты этих еще и туда, свою жену, мою дочь, и моих внуков, ты справишься отправить их туда, в Египет, в пекло, что Моше ему возразил, а как же так? Мы же собираемся после исхода из Египта идти прямо сразу в Божьи горе, и получать там Тору. Там Всевышний пристанет перед всеми евреями. Скажет Анохи, Ашеем, Алохи, Ашеем, Бог твой, А что же мои дети при этом не могут присутствовать? Получается, что Медааш оправдывает Муше, ибо то, что ему хотелось, чтобы его дети присутствовали на самом важном событии во всей человеческой истории Синайском откровении, оно перевешивает все остальное. А вот Рамбан оправдывает Муше совершенно другой точки зрения. Почитаем то, что он пишет. «Когда Муше принял поручение Всевышнего, он вернулся в Медьян, чтобы получить разрешение от своего тестя». Здесь он не расходится с Рашей, возвращение было для того, чтобы получить разрешение, ибо Муше поклялся ему, что он не уходит без его разрешения. Он намеревался отправиться в Египет тайно, в одиночку. То есть он не только что сказал так хитро, но и действительно поначалу он так думал, что он отправится в Египет тихо, постарается прийти туда незамеченным, и поэтому он сказал, «Я пойду и возвращусь к моим братьям, и посмотрю, живы ли они еще». То есть отпрашивался лишь для того, чтобы повидаться со своими братьями и вернуться. Это было прежде всего по отношению к хитро, но и не только по отношению к хитро, чтобы не было никаких слухов, чтобы никто не решил. То есть мы еще раньше спросили, почему он не хотел сказать хитро истинную цель, почему он скрывал от него истинную цель своего ухода в Египет. Мрамбан говорит, просто прежде всего для того, чтобы это не стало известно, он хотел прийти в Египет тайно, а если он скажет своему тестю, а потом это еще кто-то еще слышит, размесут, что «О, Муше отправляется в Египет освобождать еврейский народ», ему это не надо, ему это абсолютно лишнее, оно ему только там навредит. Поэтому он полностью скрывая свои намерения, всем рассказывает, что он отправляется в Египет проверить своих родственников. Вот и тогда сказал ему Всевышний, «Не, не, 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 не проведайте, иди», тем самым Рамбан отвечает на вопрос, который мы задали в самом начале, почему вдруг после того, всего того, что было сказано на Синае, когда Муше возвращается к Ятро, вдруг опять и сказал Господь Муше, «Мидьяне, пойди, возвратись в Египет», в чем здесь? Потому что Муше собрался не возвратись в Египет, Муше собрался только пойти и вернуться, об этом он говорил всем, нет, и так, чтобы все поняли, что ты идешь насовсем, иди, возвратись в Египет, то есть уходи из этой страны и возвращайся в Египет, скажи своему тесте, что ты с ним прощаешься, ты к нему больше не вернешься, и не бойся быть там, а что ты думаешь, ты боишься, что это проблема твоей безопасности, ты боишься, что если ты туда не проскользнешь незамеченным, то тебя арестуют, не бойся, ибо умерли все люди желающие тебе гибели, поэтому нет смысла скрывать это, и оставайся там вместе с народом до тех пор, пока не выведешь их оттуда, и поэтому вот тогда, когда он получил от Всевышнего именно такой приказ, не скрывать больше цели своего ухода, не камуфлировать это никаким образом под частную поездку посещения родственников, нет, идти совершенно открыто, откровенно идти в Египет для того, чтобы выполнять роль освободителя, и поэтому Мошев взял с собой жену и сыновей, и это было верное решение, в отличие от того, как говорится, Рорамоша, это только как жернова на шее, это только будет его сковывать и будет ограничивать его свободу, нет, это было правильное решение и с точки зрения тактической тоже, почему? Ведь в Медьяне он был свободным человеком, и не просто свободным человеком, а занимал уважаемое положение с дятем главного жреца, мирно жил с женой и с детьми, ничего не мешало в жизни, и вот такой человек вдруг берет свою жену и детей и отправляется в Египет, где они будут в состоянии угнетенных, порабощенных, и он не привел бы их в Египет, чтобы превратиться в рабов, обремененных тяжкой работой, если бы не был совершенно уверен, что в скором времени выведет евреев из рабства и придет с ними в страну Кенан. То есть, одна из проблем мужей была, как заставить людей поверить себе, как повести за собой народ. Это проблема каждого лидера. Как сделать так, чтобы люди за тобой пошли? У мужей эта проблема втройне сложная. Люди, которые находятся в порабощении, в угнетении, и вдруг им рассказывают, дают обещание совершенно невероятное, что вот сейчас придет их избавление, и они отправятся. Если люди увидят, что он пришел сюда с женой и с детьми, которые до этого были свободными людьми, а он их приводит в Египет, значит, он не боится порабощения. Значит, он абсолютно уверен, значит, он не шарлатан, значит, он действительно абсолютно уверен, что через короткое время они выйдут отсюда, иначе бы он не привел сюда своих жену и детей, оставил бы их у своего тестя. Это тот сам факт, что он привел сюда свою семью, своих детей, свою жену, это самое должно было дать больше уверенности и больше веса его словам, помочь ему убедить людей, что то, что он говорит, это серьезно, и действительно в скором времени они будут освобождены. Продолжает дальше Рамбан. До того, как Всевышний… Кстати, мы тем самым ответили на вопрос, который задала Барбанель. Почему это обещание о безопасности мужа, почему оно появилось только здесь, а не в самом начале явления у горы Синай? Именно здесь совершенно ясные слова Рамбана. Почему Всевышний вот здесь? Потому что Всевышний увидел, что Бушет собирается сам принимать меры предосторожности для своей безопасности и хочет проникнуть в Египет незамеченным, поэтому он всем рассказывает, что он отправляется только в частную поездку. Именно поэтому Всевышний сказал, что эти меры предосторожности, они излишни, и ни о чем не нужно беспокоиться, бояться, потому что уже некого бояться, все, кто могли ему навредить, обезврежены. Продолжаем дальше. Рамбана. До того, как Всевышний говорил с Муше из горящего куста, у него был лишь один сын Гершу. Ставим все конкретно. Здесь мы видим сказанное в тексте. «И взял Муше свою жену и своих сыновей во множественном числе». Двое. Знаем, что Муше было двое сыновей. Был Гершом и Элиезов. Так вот, до того, как Всевышний говорил с Муше из горящего куста, то есть до этой встречи на Синае, у него был лишь один сын, Гершом. Так, мы знаем, что он его назвал, от слова «гер», пришелец, чтобы выразить то, что он оказался пришелецом Чуврой Земли. Как это упомянуто в Торе. А откуда же здесь дети? Почему множественное число? Возможно, что уже тогда Цепора была беременна. К тому времени, когда он ушел в Синай. Прости, Скотт, Цепора уже была беременна. И когда Муж и возвратился к своему тестю, Гетеру, в Медьян, она родила. То есть, сейчас на руках у нее младенец. Это еще больше, еще больше усиляет вопрос, который мы задали. Как же теперь с младенцем ему отправляться через пустыню и в Египет и заниматься там, заниматься там революционной деятельностью? Понятно, что это его очень будет ограничивать. «А поскольку поручение царя-царей было спешным, Муж и не успел обрезать сына и дать ему имя». Для чего Рамбан это пишет? Прочитаем еще несколько фраз. В 24-м стихе, когда уже Муж и отправляется в путь, написано, «И случилось дорогу на ночлеге, что встретил его Господь и хотел умертвить его. И тогда взяла цепора каменный нож и обрезала крайнюю плод своего сына и положила к его ногам и сказала, «Жених крови ты мне». И он оставил его. И тогда она сказала, «Жених крови пообрезай». Совершенно непонятный отрывок, стараемся его объяснить, но пока что, по крайней мере, то, что нам необходимо для понимания слов Рамбана, ситуация действительно тяжелая, когда только новорожденный ребенок, ему нужно делать обрезание. Обрезание сделать нету времени. А ведь если сделать обрезание, очевидно, потом нужно будет как-то остаться, пока рано заживет, но времени нету. Нужно спешить. Время и так было достаточно проволочек то, что пока он вернулся в Медьян, пока договорился с тестем, нет времени откладывать. Поэтому пишет дальше Рамбан, Мушин не успел обрезать сына и дать ему имя. Имя его еще нет. И в дороге, когда мать совершила младенцу обрезание, она также не дала ему имя, поскольку Мушин был в опасности из-за того, что на него напал ангел. И лишь позже в Египте, когда Мушин увидел, что спасся от всех, кто желал ему гибели, что это действительно так, то, что Всевышний пообещал, он назвал своего сына Элиезер, что в переводе означает «Бог мой в помощь». Сказав «Бог моего отца был мне в помощь и избавил меня от меча фараона». И наши наставники тоже говорят, что младенцем которого обрезали в пути был именно Элиезер. Здесь мы затрагиваем новую тему. Кто этот сын, которому нужно было сделать, которому до сих пор не сделали обрезание и нужно было сделать? Это старший сын, Муши Агершом или младший новорожденный Элиезер. Рамбан однозначно речь идет именно про Элиезера, про новорожденного сына, который получит имя еще только потом, когда они придут в Египет. А раби Авраам, имеется в виду Элиезер, так называют его, часто Рамбан, указывает, что Муши пришел в Египет один. А же был еще один вопрос, как может быть так, если вся семья отправилась в Египет, вдруг оказывается, что Цепора, жена Муши и его дети находятся у его тестя. Почему они должны приходить вместе с тестем в стан евреев? Они должны были бы быть в стане евреев вместе с Муши? Говорит, Ибнезра, а действительно написано здесь, что Муши взял их в Египет, но в конечном итоге они не пришли в Египет, ибо после того, как Элиезер был обрезан и немного окреп, то есть получается, что после обрезания они остались там, на ночлеге, в гостинице, постоял он в дворе или ещё где-то, и здесь они расстались. Муши продолжил свой путь в Египет, а Цепора подождала немного, пока ребёнок оправился после обрезания и вернулась домой. Это вполне возможно, так писал Ибнезр. Рамбан, что он на эту тему говорит, это вполне возможно, поскольку сразу же после обрезания ребёнка нельзя было вести его дальше до тех пор, пока он не выздоровеет. Если до сих пор, если Буше не хотел делать ему обрезания из-за того, что а как же потом в пути, то понятно, что и когда он ему сделал обрезание в пути, дальше же его невозможно везти по дорогам, это не годится. Стало быть, Амуше не мог ждать там, он должен был уйти в Египет, значит, он покинул жену, значит, она осталась одна. Амуше не желал откладывать задания данным ему творцом, поэтому он оставил семью на месте ночлега и велел цепоре возвращаться в дом отца сразу же, как только младенец отправится после обрезания. То есть, в планы Моше была внесена здесь корректива. Он планировал действительно, как ему Всевышний сказал, отправиться в Египет вместе со своей семьёй, женой, детьми, для того, чтобы все увидели, что он не боится, что они останутся на долгое время в рабстве, но так не получилось. Из-за обрезания, которое пришлось здесь делать, пришлось расстаться, Моше отправился в Египет один, пришёл он туда действительно один, а цепора вместе с детьми вернулась домой. Поэтому и сказанный взял и трон в честь Моше, цепору, жену Моше, после того, как она была отослана, он взял её и детей и привёл их в Тануше уже к горе Синаи, после исхода. Возможно, возможно, то есть не видят Рамбан причины спорить с комментариями Бенезр. Но возможно так же, что Моше привёл их в Египет. Можно сказать, что в комментарии Бенезры единственное возможно, тоже нет. Может быть, Моше привёл их в Египет, но прожив там определённое время, цепора пожелала повидать своего отца. В конечном итоге Моше провёл там около года, за это время вполне могло появиться желание у жены повидать своего отца. И тогда уже Моше отослал её с сыновья. Вот теперь нам нужно только разобраться, как вообще это понимать, всю эту сцену, как после того, как Всевышний долгое время уговаривал Моше отправиться в Египет и требовал от него, чтобы он скорее-скорее отправлялся в Египет, чтобы избавлять евреев, как после этого написано, что на ночлеге Всевышний хотел его мертвить. И случилась дорога и на ночлеге, что встретил его Господь, хотел умертвить его. Почему? Но только что Всевышний его послал в Египет. И каким образом спасла положение цепора, и тогда взяла от цепора каменный нож и обрезала крайний уклот своего сына и положила его к ногам. Это вопрос, к чьим ногам? И сказала жених, кровь это мне. Это означает слева. Жених крови кому она это сказала? По отношению к ребенку или по отношению к мужу? И он оставил его. Тогда сказала жених, кровь это мне по обрезанию. Как все это понимаете? Раши и хотел умертвить его. Кого хотел умертвить? Не ребенка. Хотел умертвить? Муше. Тоже дополнительный вопрос, который в тексте неоднозначен. Написано, хотел умертвить его. Кого его? Не обрезанного ребенка или Муше? Раши и Муше. Почему? Потому что он не сделал обрезание своему сыну Илезеру. Раши, как и Рамбар утверждает, что речь здесь идет именно о втором сыне, о новорожденном Илезере. Из-за того, что Муше проявил небрежность, он и был осужден на смерть. Правда, в Брайте мы учили, сказал рабе Йосине, дай Бог, как-то можно так сказать, что Муше проявил небрежность, халатность по отношению к обычаю отцов, к обрезанию. Не может такого быть. Он не был небрежен, но только он подумал, если я сделаю обрезание и сразу после этого выйду в дорогу, это будет опасно для ребенка. То есть ситуация, в которой оказался Муше, она действительно была патовой. То есть ни одно из решений не было хорошим. Что он мог сделать? Он вернулся в Медьян, просил разрешения у Итро уходить, Итро согласился. Все хорошо, здорово, жена родила, мало кто. Ну а теперь что? Родила ребенка, не девочка, мальчика. Сделать ему сейчас обрезание, после обрезания нельзя выходить в дорогу, в дороге, антисанитарные условия. Невозможна эта опасность. Ну а может быть, он должен был пожертвовать, может быть, он должен был пренебречь опасностью, ведь есть же настолько важная миссия спасать весь еврейский народ. Что такое жизнь одного маленького ребенка по сравнению с мучением всего народа? Вот это то, что мы увидели раньше. Это Миши Хохме, это мейер Симха из Двинска, то, что он понял, что именно так нужно себя вести, что не строиться нельзя, спасать весь еврейский народ за счет опасности для одного всего лишь ребенка. Откуда он это вывел, что так правильно? Из того, что Всевышний ему сказал, иди возвратись в Египет, ибо умерли все те, кто желают тебе гибели. Стало быть, он понял, что если бы они не умерли, потому что я был бы освобожден от обязанностей и идти в Египет. Значит, то есть опасность для жизни не отодвигается на второй план из-за того, что нужно идти и спасать весь народ или даже весь мир. Цель не оправдывает средства. Еще раз. Вот и получилось, что если он сделает ему обрезание так, как надо, то тогда он должен остаться дома, он не сможет выйти в дорогу, а это плохо, потому что у него же есть обязанность, у него же есть повеление Всевышнего идти в Египет и спасать еврейский народ. Сразу уходить без обрезания тоже плохо, но как же быть? Если сделаю обрезание и сразу после этого выйду в дорогу, это будет опасно для ребенка, пока не пройдут три дня. А как я могу задержаться на три дня, если Всевышний подвелел мне вернуться в Египет? Тогда за что же он был наказан? Тогда все было правильно. Говорит Рабьёйси за то, что занялся обустройством ночлега прежде всего. То есть, получается так, что вышел уже в путь с ребенком не обрезан. Но когда он нашел, дошел уже в пути, когда они дошли до ночлега, до какого-то постоялого двора, где были какие-то минимальные условия, то там он собрался сделать ему обрезание. Собрался, да, но он сначала занялся обустройством ночлега. И только потом решил, после того, как он все уже устроит на ночлег, тогда он уже займется обрезанием сына. Вот за это был доказан. Нет, не так нужно. Сначала все, что относится к мецве, потом уже все, что относится к своему личному комфорту. Порядок действий должен был быть другой. Вопрос, стоп, стоп, стоп. Но ведь мы секунду назад сказали, что если сделать обрезание, то невозможно потом выйти в дорогу. Из-за этого мужа не сделал обрезание дома. Тогда почему он делает обрезание сейчас на ночлеге? Аран в комментарии к трактату на Дарим в море, он говорит, что ночлег это был не первый попавшийся ночлег, а ночлег уже был, то есть была, была какая-то постояла двор какая-то гостиница недалеко от египетской границы. Настолько недалеко, что уже можно было сделать обрезание и быстро-быстро пройдя последний участок дороги войти уже в цивилизованную страну, где уже можно было при случае оказать ему медицинскую помощь, где уже нет тех антисанитарных условий, которые есть в дороге. Поэтому он уже понял, что здесь он уже обязан сделать бритмила. Нет больше никакого оправдания откладывать. Раньше было оправдание откладывать, потому что опасность для жизни, но когда ты находишься так близко к цивилизованной культурной стране, то уже опасений таких нет. Значит, нужно было делать обрезание. Да, ему же решил сделать обрезание, только что сначала занялся обустройством ночлега. обрезание, Аравирш, объясняя это место, пишет, тот самый бог, который только что послал Муше с возвышенной миссией и сейчас вдруг противостоял ему, возвращаясь к тому самому первичному вопросу, как бы то ни было, не сделал обрезание или даже собирался сделать обрезание, только порядок был не тот, но все-таки, как бы то ни было, думать Всевышний всего лишь короткое время назад. Он столько положил, если можно так выразиться, усилий для того, чтобы убедить Муше отправиться в Египет. И сейчас все пойдет на смартфу, и сейчас умертвить его. Да. Считая, что лучше ему умереть, и последние стихи разъясняют нам, почему над Муше так внезапно нависла смертельная угроза. Он пренебрег обрезанием своего сына. Ведь он облечен миссией освободить народ. Какой народ? Египтян? Нет, евреев, которые в Египте. А чем евреи отличаются от египтян? Что должно выделять их? Чья уникальность, это самый первый признак, самое первое, что выделяет еврея, это не еврея, основывается на обрезании. И он должен сейчас собрать этот народ, вывести из Египта оторвать его от египетской пуповины, сформировать его как народ, как уникальный, отдельный народ, а не просто как египетских граждан еврейского происхождения. И выясняется, что сам он своего собственного сына не обрезал, куда это годится. Как может он ввести в этот народ своего необрезанного сына? Поэтому Бог счёл лучше предать мужу смерти, нежели отправить его с высокой миссией, тогда, когда он сам является обольствуем и неудачный пример для остальных евреев. В дальнейшем Равииршн, Бог это зачитывает, он объясняет и более подробно то, что здесь происходит, и даёт он следующую версию. До сих пор мы видели, что все комментаторы единодушно в один голос говорят, тот самый ребёнок, о котором здесь идёт речь, тот, кого подвергли здесь обрезанию на ночлеге, это Элиезер, второй сын, сын Муши. Равиирш говорит, не исключено, что это не так, не исключено, что это был первый сын, уже не маленький, уже не младенец, Гершоп, почему, а почему же Мушей его не обрезал? А мы уже упоминали сегодня и несколько раз на других занятиях, что Мушей, когда женился на дочери Итро, он поклялся Итро, о чём сегодня мы в основном все комментарии строились на объяснении, что это клятва было о том, что он не покинет Медьян без разрешения Итро. Но был другой комментарий, в Михельце сказано, что он поклялся Итро, что первый сын, который родится у него, будет жрецом и долопоклонником. Если, и он дал эту клятву в своё время, он надеялся, что в дальнейшем Итро от этого откажется, это он сейчас был. Ну, клятва, клятва. Понятно, что после, если он уже поклялся, что ребёнок будет жрецом и долопоклонником, то делать ему обрезание знак союза с Богом он уже не мог, иначе, как же так, сказал бы Медро, стоп, 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 мы же договаривались, клятва была, что ты его сейчас делаешь, чтобы обрезание. Второй сын угодит у тебя, пожалуйста, второй сын пусть будет Богу, а первый бы договорили, что он будет язычником. Поэтому сын был необрезанный. И вот сейчас он ведёт своего необрезанного сына и вводит его в еврейский народ. Это не годится. Почему тогда, когда нависла над ним эта смертельная угроза, почему тогда не Моше сделал ему обрезание, почему тогда это сделало именно Цепора и как понять её слова. Дмитрий Равриш не исключено, что Цепора тоже почувствовала, что у неё была доля в том, что ребёнок до сих пор не обрезанный. Сначала первым, кто этому противился, был её отец, но потом время прошло, и, очевидно, скорее всего, сопротивление отца тоже уже ушло, но тут, наверное, было уже сопротивление Цепоры. Жалко ребёнку, ему уже не 8 дней, ему будет больно, и вообще зачем это нужно. Не исключено, что она тоже давила на Моше, чтобы тот этого не делал. Моше в темном время пытался найти какой-то момент, когда он учит момент и сможет это сделать, и вот сейчас Цепора поняла, что не исключено, что она виновата в этом. Поэтому она сама своими руками делает обрезание и говорит ему эти слова. Как там сказано? И тогда взяла Цепора каменный нож и обрезала крайнюю плоть своего сына и положила его к ногам. И сказала, жених крови ты мне. И оставила его, и тогда сказала, жених крови по обрезанию. То есть из-за того, что я в своё время не дала тебе возможность сделать сыну обрезание, ты чуть не стал женихом смерти, ты чуть не умер. Поэтому я, понимая, что в этом виновата я, то я сама сейчас хочу исправить то, что я сделала. И она сама сделала это обрезание, и вот только после этого Моше и был спасён. О том, как Моше сделал первую попытку, предпринял первую попытку освободить еврейский народ из Египта, мы будем говорить уже на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok